Каждая страна, каждое государство так или иначе причастны политической реальности. Вот здесь такая политика ведется, здесь такая, здесь третья. Дело-то в том, что существуют страны, народы, государства, которым понятие политики, вообще-то говоря, неприложимо. Но как это неприложимо, если есть армия, есть суд, есть какие-то государственные учреждения другие, но должна же быть политика. Все, на самом деле, не так просто. Почему? Придется немножко издалека начать. Само понятие политика, кстати, говорит о названии великого трактата, великого же философа античности, античной Греции, Аристофеля, политика от полиса. Полис – это город государства в античной Греции. Но вот государство – это на античный лад совсем не то, что государство вообще. Государство на Древнем Востоке самым фундаментальным образом отличается, скажем, от государства на Западе, так как оно началось в Древней Греции. Если я упомянул аристотельскую политику, его трактат, то вот в этом трактате раз и навсегда для всего западного мира было дано такое определение, такая квалификация. История – это общение граждан. Общение граждан, причем и у него есть несколько вариаций на эту тему. Общение граждан еще и так называемая филия. Филия – это греческое слово, которое переводится часто как любовь, но мне кажется, это достаточно точный перевод. Филия – это скорее что-то от дружбы, а лучше всего от дружественности. Филия – это общение граждан, которые дружественно обращены друг к другу. Где оно происходит? Оно происходит в народном собрании. В Афинах будет, скажем, в греческой это будет агора, в Риме это будет форум. И вот если для грека и римлян существует форум, то на форуме собираются члены вот этого полиса государства. Они собираются там, и здесь-то осуществляется политика. Политика осуществляется здесь именно потому, что происходит это самое античное общение, античная филия, дружественность. Ведь, понимаете, государство – это… Мы очень привыкли к этому выражению, и я еще к нему может попозже вернусь. Что такое политика? Это борьба за власть. Что такие политики, борцы за власть? Вот это, понимаете, глубочным образом ошибочное утверждение. Не потому, что политика это никакого отношения к борьбе за власть не имеет. Имеет, еще какое. Но дело в том, что так уж могу сказать, что есть борьба за власть, есть борьба за власть. В конце концов, если мы возьмем какую-нибудь такую стаю людей, или вчерашних людей, или почти не людей, такую бандитскую стаю, то у них есть пахан. А кому быть паханом – это тоже борьба. Внутри вот этой воровской или бандитской общественности происходит борьба за власть. Понимаете? И что же? Политика – борьба за власть. И вот я специально взял этот крайний пример. То, что происходит в банде – это тоже борьба за власть. Это тоже политика. Нет, никакого отношения с политикой это не имеет. Видите, политика, если она осуществляется, то она действительно требует гражданственности. Граждан. Если в стране нет граждан, если мы не граждане, то никакой политики не будет. Будет нечто, может быть, внешним образом напоминающее. Вот скажем, почему политики не было на Древнем Востоке и вообще это не восточная реальность. Ну, потому что для древневосточных государств с самого начала была характерна власть, соотнесенная с фигурой божественного царя или прямо царя Бога. Божественный царь или царь Бог соотнесен, вообще так говоря, в своем царстве и государстве соотнесен с своими подданными. А что такое подданные? А подданные его – суть рабы. Если они рабы, то, в общем-то, власть государя в отношении их не имеет никаких пределов. Она у него носит абсолютный характер. Если государь на Востоке все-таки не в чистом виде осуществляет свою воду, что хочу, то и врачу, то только в опасении какого-то бунта, какого-то всплеска, да, вот, хаоса такого, разрушения государственности. Какая же может быть политика на Древнем Востоке? Да никакой, а государство есть, понимаете. Присоединять квалификацию политики к любому государству – это, ну, явное недомыслие. К сожалению, даже наши видные политологи вот эту формулу «государство и борьба за власть» употребляют совершенно бездумно, сплошь и рядом. Вот против чего я как раз готов протестовать. Ну, если не протестовать, то хотя бы предупреждать от такой беззаботности. Был такой, конечно, огромному большинству наших радиослушателей, наверное, это известно, был такой видный, знаменитый теоретик государства. А прежде всего, человек, который писал трактаты, посвященные войне – Клаузевис, начало 19-го века. Клаузевис скользко бросил это свое выражение, что война есть продолжение политики другими средствами. Очень неточное и вводящее в заблуждение определение. Я бы рискнул сказать наоборот. Не война есть продолжение политики, а политика есть та реальность, которая войну предотвращает. Если в государстве жесткая власть, если она выстроена на подавлении, на гражданской войне, на перманентной войне со своими гражданами, то это будет действительно продолжение политики. Это политика, которая рухнула. Да, вот что-то послеполитическое или политическому никак не состоятся. Так что политика – это, ну, я рискнул так сказать, если взять во всемирном эстетическом масштабе, феномен политики, он присущ, в общем-то, западном, ну, кругу стран. Какая бы блистательная культура там не разворачивалась в Китае или в Японии, Япония очень симпатичная для меня в культурном отношении страна, конечно, политики они никогда не знали. Там был сын неба, микада, император, да, его отношения с подданными строились очень прихотливо, была фигура Сёгуна, да, как бы военачальник, у которого была реальная власть к политической реальности, это никакого отношения не имели. Для чего я такое предуведомление сделаю? Потому что дальше у нас пойдёт с вами речь о том, как обстояло дело в России с политикой. Да, знаете, очень плохо и очень мало. И мой пафос состоит в том, что ничего в этом уж такого исключительного нет. Мы известное исключение представляем только по отношению к остальному Западу. Если политика – это реальность античной Греции, античного Рима, то тогда, когда Греция станет Византией, политика там исчезает. Когда древний Рим из политического целого превратится в Римскую империю, политика там тоже закончится. А вот в России нашей, в России политика возникает очень поздно и в сильной степени фрагментарно. Ну вот, скажем, если мы возьмём Киевскую Русь. Киевская Русь, вообще-то говоря, подавления такого, знаете, со стороны государей своих подданных не знала. Киевская Русь – это вообще страна, где земледелец, горожанин, тем более дружинник, были свободными людьми. А политика, в общем-то, дышит воздухом свободы. Да, свобода у нас была, но политики в собственном смысле не было. Почему? Межкняжеские отношения, они в сильной степени были борьбой за стол киевский, за великое княжение. Это была борьба, которая была в Австрии. Никакого отношения к политике она не имела. С другой стороны, если князь является государем в своей земле, в своем княжестве, в своем княжении, то отношение его с теми людьми, которые населяют это княжество, выстраивается таким образом, что население земли княжения живет своей жизнью, а князь, князь своей жизнью. Князь охраняет землю, князь осуществляет суд, да, за этот суд ему положены какие-то дары, ну и так далее. Это не политическая единица. Киевская Русь – это такое государственное образование, в которое, собственно говоря о политике, о политических каких-то действиях, политических отношениях вообще говорить не приходится. Иван Грозный в 1547 году венчается на царство, становится царем московским и всея Руси, то предполагается, что он самодержит, что его власть, собственно говоря, не имеет каких-то внешних ограничений. Да, государь, как и любой из его подданных, он раб Божий. И за все свои действия он внутренне обязан отвечать только перед Богом. Перед гражданами он, так сказать, ни за что не отвечает. Поэтому, собственно говоря, никаких политических конститутов, никаких политических реалий там выстроено быть не может. Если государь имеет внутренние ограничения, потому что ощущает себя рабом Божиим, это одна сторона медали, а другая сторона медали, и он опасается вызвать уж очень резкое недовольство своих соотечественников, своих детушек, потому что он царь-батюшка. А если грянет, грохнет бунт, то это то самое, что мало никому не покажется. Поэтому государи так уж безгранично не властвуют. Но в том-то и дело, что поскольку наша Московская Русь не была политической реальностью, политическим телом, то и стала возможна такая реальность, такой ужас кромешный, как царствование царя Ивана Грозного. Царствование Ивана Грозного – поразительный, чудовищный и очень показательный пример касательно Московской Руси. Что я имею в виду? Ну, я имею в виду то, что наш государь, да, помазанник Божий, развязал вот эту свою знаменитую, чудовищную, непереносимую своей мерзостью, свою ужасом опричнину. И вот опричнина – это попытка установить в нашем Московском царстве безграничный террор, да, террор, ничем не ограничиваемый на протяжении многих годов. Казалось бы, понимаете, если государь так распоясался, то он уже, собственно, и государем-то как таковым не является, он превращается в тирана. А вот на Западе, начиная с античности, а в прикровенном виде и в средние века, существовало вот это все-таки вполне внятное развлечение. Государь – да, это одно, а тиран – это другое. Государь – помазанник Божий. Государь осуществляет свою власть по правде Божией. Но если он свернется со своего пути, то, собственно говоря, у граждан появляется право на его свержение. И на Западе это право в средние века редко осуществлялось. А вот у нас, в Московской Руси, понятия тирании не существовало. Государь – это персона, которую в любых его проявлениях обязаны мы, его дети, царя, батюшки, каким-то образом чтить. Вот это все блокировало на все сто процентов вот эти политические реалии. Есть один текст, который создан явно, если не в годы опричними, то в скорости после ее начала. Текст удивительный по своей выразительности. Он был относительно недавно разыскан, так сказать, историками, занимающимися древнерусской культурой. Текст, который, ну, знаете, я более выразительного касательно того, что такое опричнино в отношении подданных царя, я не знаю. Вот этот текст я вам сейчас попробую, хотя это не очень благодарное занятие для радиопередачи, зачитать, отчасти изложить его своим языком, чтобы продемонстрировать, что Московская Русь до какой степени она не была политической реальностью, до какой степени там была невозможна политика. Этот текст известен сегодня под названием, ну, что-то такое, «Повесть о Харитоне Белоулине» или «Харитоне Белоулине». Текст состоит в следующем, с купюрами, предупреждаю, да. Вот Иван Грозный затеял массовые казни там, в Москве, на Красной площади. Было выведено на казнь 300 человек. По историческим данным из них 116 человек было казнено, да, совершенно не по правде, без всяких преступлений и даже промахов со стороны подданных. Это историческое событие нашло отклик вот в этом тексте. Текст, конечно, носит характер именно художественный, да, здесь не надо искать буквальной фактичности, но дух, которым он дышит, ну, в высшей степени показательный. Итак, перед нами Красная площадь, перед нами готовая совершиться казнь. «В лето 7082 года, тогда было ведь летоисчисление сотворения мира, а не от Рождества Христова, в лето 7082 года, на второй неделе по Пасхе, во вторник в утро, по указу великого государя, на пожаре среди Москвы уготовлено 300 плах, и в них 300 топоров, и 300 палачей стоят у плахонных. Московские же князья и бояре и гости всякого чину люди, зрящие такую надлежащую беду, страхом одержимы были. Когда же был третий час дня, царь и великий князь Иван Васильевич выехал на площадь в черном платье и на черном коне с сотниками и стрельцами, и повелел палачам брать по человеку из бояр и из окольничек, из стольников и из гостей, из гостиной сотни, гости – это купечество высшего ранга, из гостиной сотни по росписи именитых людей казнить. Люди же, зряще наипаче, в недоумении были, так как вины за собой не ведали. Взяли же первые из гостиной сотни семь человек и казнили их. Взяли восьмого именем Харитона Белоулинева и не могли на плаху склонить его, ибо был велик ростом и силен вельми. И воскричал ко царю с грубостью Харитон Белоулин, «По что, царю, великий, неповинную нашу кровь проливаешь?» И многие псари, приступивши пособить тем палачам, едва могли преклонить его. Когда же отсекли ему голову и спрянула из их рук голова на землю, туда и сюда прыгая, глаголя несведомая, труп же его соскочил на ноги свои и начал трястись на все стороны. Страшно было очень, так как он обливал окрест окруживших его, «И многие палачи сбивали тело с ног и никак не могли. Но и падшая кровь, где паф светилась и играла красной вельми, как живое вопиял он и отмахивался от палачей. Видя же их, царю сомнился и был страхом одержим, отошел в палаты свои. И палачи же по долгом времени, не движущие никого без повеления царева, но ожидали милости, то есть казни прекратились на время. И вот в шесть часов вестник пришел от царя, повелев всех пойманных отпустить. Они же от радости слезы испускали, так как ждали неминуемой смерти. Так же и мучители их, спрятавшие плохие топоры, отъехали в домы свои. Труп же тот трясся весь день, и в два часа ночи пал он на землю. По утру же повелениям царевым погремедли телеса Харитона и сродников. Каждого своего взяли их родственники». Вот такой текст. Текст, знаете, из тех, которым надо уметь очень удивиться. Текст абсолютно потрясающий. Смотрите, вот этот же текст принадлежит, так сказать, народной памяти. Это, так сказать, народная позиция в отношении этой чудовищной опричнини. Это предел неприятия опричнини. И в чем же неприятие выражается? Оно выражается в обличении царя. Ну, как царь обличается? Вот этот могущий Харитон Белоуленев стоит перед плахой и не дает согнуть свою упрямую увы. Наконец ее сгибают. Наконец голова его летит. И вот голова Сема и Авама туда и сюда, прыгая, начинает обличать царя, заливая все кровью. И что же это такое? Это попытка царя ценой своей жизни, да, и уже в самой смерти царя обличить. Царь остается великим государем, да, и все, что может себе позволить в отношении его этот самый верный подданный рак, так это то, что, ну, говоря привычными словами, является бунтом на коленях. Никакого другого, кроме как устыдить, острамить царя, в конце концов навести на него ужас, в общем-то, ничего другого предпринять нельзя. Невозможно. У народа русского нет вот этого внутреннего упора, идущего от смысла, в неприятии каких-то страшных, жутких непотребств, стоящих в православном московском царстве. Еще раз, для чего я привожу такое вот страшное, дикое какое-то свидетельство? Ну, какая тут политика, да, какое тут противостояние, какая здесь филия, содружество граждан. Все-таки вот это государство, как общение граждан, оно базируется на взаимоограничениях, на каком-то приятии. Да, конечно, политика – это борьба за власть, но это борьба за власть, которая предполагает, что эта борьба за власть может и обязана иметь какие-то внутренние ограничения. Как бы мы ни боролись за власть, все-таки над властью, над борьбой стоит согласие, да, какой-то общественный договор. Вот это можно себе позволить, а вот этого себе позволить абсолютно недопустимо. Ну, вот у нас в нашем московском царстве оказалось, что государю допустимо всего. Его можно запугать только какими-то мистическими ужинцами. Или, знаете, он сласть напьется кровью, так что охота дальше пить у него исчезнет. Это полная блокада всякой возможности политических реалий. Вот так вот Московская Русь пребывала как государство, как страна, как народ вне политики. Это, в общем-то, данность, которую, мне кажется, оспаривать нет возможности. Если вообще говорить о политике, которая могла существовать для московского царства, в сильной степени для императорской России, это была так называемая международная политика. Ее я еще чуть позже коснусь. Но международная политика, именно политические отношения между государствами в Руси навязывались, они происходили извне. Потому что если Русь, а потом Петербургская Россия вступают в какие-то отношения с другими государствами, то они должны основаться на политической основе. А вот политическая основа, она и приходит извне. Государи наши вынуждены принимать правила чуждые для них игры. Ну, что значит правила чуждые для них? Для нас, скажем, остальной Запад – это супостаты, остальной Запад – это юридики, будь они католиками или там протестантами, все равно они вот как бы неприемлемы, они чужие. С ними лучше не иметь ничего общего. А если общее приходится иметь, то они, собственно, и навязывают нам. Будет поразительно. На одном полюсе они юридики. Так что после приема иноземного посла наш русский царь омывает демонстративно руки и вытирает их белым полотенцем, вот он смывает скверну вот этого вот внешнего разрушительного, едва ли не сатанинского начала. Ну, может быть, и сатанинского, но не очень далеко от него. И тут же, тут же он обращается с письмом кому-то из западных государей и называет его братом. Вот он брат, поскольку это европейское обыкновение. Все государи Европы образуют некую царственную такую семью. Каждый государь равен другому, каждый государь брат по отношению к другому. И московский царь уже начинает играть в идеи игры. Но это вовне. Внутри царит совсем другое. Если задаться вопросом, а когда у нас на Руси, нашей матушке, все-таки возникает политическая реальность? Когда можно говорить о политике у нас, как какого-то момента, ну, в том числе и культуру? Я думаю, что какой-то намек на начало политической активности, политических проявлений, наверное, все-таки было восстание декабристов. Вот чем отличается восстание декабристов от, скажем, того, что происходило под водительством Емельяны Пугачева или Степана Радзина? Они были главарями бунта. Вот этот самый знаменитый по Пушкину бунт, бессмысленный и беспощадный, это действие, которое, ну, буквально ничего общего с политикой не имеет. Это разрушительное начало. Это торжество хаоса. А вот наши восставшие декабристы, это люди, которые очень тщательно разрабатывали политическую программу. Это те, кто требовали или ограничения самодержавия, да, или установления республиканского строя. Самые радикальные из декабристов предлагали даже цареубийство. Но вот цареубийство – жуткая вещь, отвратительная вещь. Мы, в конце концов, эту мерзость совершили после отречения последнего нашего государя. Но если декабристы все-таки не исключали цареубийство, то, по крайней мере, они осмысляли это как политическое действие, потому что для них государь становился тираном, попирающим свободу, становился фигурой в западном смысле неприемлемой, фигурой беззаконной. Они все-таки хотели действовать с позиции естественных прав человека, с позиции того, что в стране должно быть уничтожено самодержавие, как безграничное властвование, торжествовать должен быть закон. Ничего хорошего я не вижу вот в том, что они не исключали цареубийство. Это все-таки отвратительная вещь. И, как ни парадоксально, в этом уже есть некая такая политическая программа. По образу и подобию, конечно, французской революции. Вот, так сказать, первые ласточки политического действия. Восстание декабристов, понятное дело, не состоялось с толком. Слава богу, успех она не имела. А если бы имела, то была бы катастрофа для Российской империи и так далее. Следующий ход нашей истории. Наверное, все-таки политическая реальность появляется у нас во времена Александра II. Александр II в начале своего царствования, ну, может быть, не в первый год, но на второй уже точно, заявляет о наступлении или подразумевает это наступление гласность. Вот появляется гласность. Гласность наша распространяется на журналистику, на журналы русские. Эта гласность приобретает такой обличительный характер. Если взять видных публицистов этого времени, ну, на уровне Чернышевского, Добролёвого, Писарева, их довольно много было, то для них, скажем, их журналистика, их литературная критика была формой выражения политической позиции. Даже и, можно сказать, о некоторой его подобии политической борьбы. Да, это вот, собственно говоря, знаете, петух пропел, кукушка прокуковала. Вот что-то от политики у нас начинает возникать. Потом с гибелью чудовищной Александра II, собственно говоря, политические реалии едва теплятся, уходят в тень или исчезают. А, собственно, политика появляется в нашей стране только после знаменитого манифеста от 17 октября 1905 года, когда Николай II вынужден был ввести по существу, хотя он это слово и не принимал, конституционное правление. Возникает Государственная Дума, Государственный Совет перестает быть исключительно назначаемым государем из числа чиновников. Появляются партии, их было относительно даже много. Начинается, в том числе, и политическая борьба, политическая жизнь у нас. Вот, собственно говоря, рождение политики. Ну, знаете, довольно грустная ситуация, если мы вспомним элементарное, да, 1995 год манифест 17 октября, а 1917 год, вот эта так называемая Октябрьская революция, а потом за ней последовала Гражданская война. Ну, вот здесь-то и произошла та самая реальность, что политика, политическое измерение в русской жизни, в русской культуре заканчивается едва ли едва только начавшей. Потому что, понимаете, у нас очень любят говорить о том, что вот, да, большевики захватили власть, да, что коммунистическая партия стала единственной политической силой, да, у неё были фракции, в ней были течения, шла отчаянная политическая борьба. Никакой, конечно, политикой это не было. Это было вот той самой голой борьбой за власть. Тот, у кого воля к власти оказалась сильнее, тот, кто был безоглядный, понятно, что это товарища Сталина, тот в этой борьбе победил. Победил за счёт неполитических методов, всякого рода потасов, и прежде всего, конечно, за счёт террора. Вот это всё как раз зачёркивало даже какой-либо намёк на политику. Ну, как это, если они согласные внутри партии, заканчивают его страшной, чудовищной, отвратительной по обставленности гибелью? И если большевистская Россия, ведь она как бы существует в двух измерениях. Вначале это террор с 20-х по началу 50-х годов, причём террор носит и массовый характер, да, перманентный характер. Террор непрерывно продолжается до 1953 года. И самое поразительное в нём, что он очень часто носит именно превентивный характер. Если мы представим, что товарищ Сталин уничтожал своих политических противников, я сказал, никакой политики не было. Это будет абсолютно неточно и неверно. Но ведь он уничтожал далеко не только политических противников, он уничтожал тех, что в его сумерешном сознании могло рассматриваться как потенциальная, да, угроза власти. Или для него была очень важна сама вот эта атмосфера, да, каждый из нас, насельников Советского Союза, в чём-то обязательно виноват, что-то в нём не так, как-то он недостаточно проникнут духом строительства коммунизма, в начале социализма ещё. И если на тебя падёт карающий топор органов правопорядка, то в каком-то смысле любой из нас заслужил это. Только кого-то террор обошёл, кого-то гибель миновала, а кого-то она накрыла. В 50-е годы и вплоть до падения большевистского режима, это уже режим, не надо тут преувеличивать, это режим не террористический уже, да, это несомненно, но то, что он остаётся репрессивным, это тоже факт, который не подлежит, собственно говоря, обсуждению в плане «за» или «против». Режим был репрессивным, хотя репрессии носили вялый характер, да, они уже не были массовыми репрессиями. Ну вот мы скажем, что наступила первоначально некоторая эпоха либерализации, хрущевская эпоха, да, потом наступил застой так называемый, но в плане того, чтобы хоть какие-то ростки политического, политической реальности появились, конечно, говорить об этом не приходится, потому что, собственно, власть в стране принадлежала всё-таки так называемой коммунистической партии, но это тоже преувеличение, потому что власть-то была не у коммунистической партии, а власть была у правящей верхушки. И если мы говорим о коммунистической партии, то надо давать себе отсчёт, она реальность, не имеющая отношения к государству, она надгосударственна. Коммунистическая партия ни за что не отвечает, да, и требовать она может от советских, так называемых, граждан всего, чего угодно. Даже намёка на политику в этом не содержится и не могло содержаться. Ну вот, собственно говоря, наша Русь-Россия так и жила вне политики. До крушения большевистского режима, ну, может быть, за несколько лет до его крушения, возникают всё-таки какие-то политические движения, возникает та же самая гластость, наконец. В общем-то, политика появляется, появляется фигура политика. А вообще не фигура чиновника, того, кто, в общем-то, выступает на государственном уровне. Да, у нас возникла политика. Возникла политика, но, знаете, такие строчки из Мережковского. Дерзновенные наши речи, но на смерть обречены, слишком ранние предтечи, слишком медленные весны. Это формула, которая применима к нам, да. А политика зарождается, политика делает первые шаги, и оно медленно куда-то уходит в прошлое. Совсем недавнее прошлое и очень кратковременное. Вот история политики в России. Разговор-то всё-таки свёлся к тому, что в России политики не было, или почти не было, что это фрагменты. Если бы мы с вами говорили о политических реалиях западного мира, остального западного мира, так называемого западного запада, то это был бы пространный разговор, его можно было нюансировать, тут даже какие-то ведущие реалии можно было выделять и их комментировать, и так далее, и так далее. Нет. У нас, собственно, разговор о политике сводится вот к таким вот довольно кратким констатациям. А если мы говорим о том, что политика есть борьба за власть, то как-то в нас, понимаете, медленно, но верно проникает вот такое представление о том, что да, любая политика, любой политик борется за власть. И это совершенно законно. Что ещё ожидать от политика? Так вот, знаете, если мы скажем, что от политика ничего, кроме борьбы за власть, ожидать не приходится, то как раз мы будем говорить о том, что политик, он никакой не политик. Был такой фигура, очень хорошо нам известная, которого называют политиком. Это Адольф Гитлер. Гитлер, когда о нём говорят, ну тут, знаете, такой разброс. Если ты уж совсем слаб в ум, ты скажешь, да, это было зло, Гитлер, но это был великий злодей, понимаете, такая демоническая фигура. Это абсолютно неприемная фигура, вполне себе ничтожная. Так вот, его ещё квалифицируют как очень ловко, очень сильного политика. Да, он действовал во зло, он действовал разрушительно, но зато какой политик. Вот я сравнительно недавно читаю одну из книг по военной истории автора, который мне вызывает доверие. Вы знаете, я захлопнул эту книгу от неприятия и отвращения. Просто-напросто потому, что я прочитал одну фразу. Гитлер с его тонким политическим чутьём. Понимаете, вот таких уступок делает злу, да, нельзя. Потому что если ты христианин, если ты вменяемый христианин, да, если ты о чём-то думаешь и какие-то для себя решения принимаешь, то должен знать, да, это ясно как простая гамма. Если зло, то оно ничтожно. Злодей – это ничтожная фигура, как бы он ни устрашал. Так вот, Гитлер со своим так называемым политическим чутьём, почему это к политике никакого отношения не имеет? Ну, просто потому то, что, по видимости, являлась политикой, для него было не более чем предготовление к ситуации, которая должна завершиться войной, истреблением и так далее. Он делал какие-то ходы в контактах с остальными западными державами и их руководством, он делал какие-то шаги, которые, по видимости, были политической игрой. Это никакая не была политика, потому что речь шла о власти, власти и только власти. Да, это была борьба за власть. В данном случае за власть общеевропейскую, общезападную, в перспективе и всемирную. Но вот если всё сводится к борьбе за власть, то это никакая не политика. Ещё раз об этом скажу. Потому что, да, политик борется за власть, но если власть – это альфа и омега, то никакой он не политик, потому что политик, в силу того, что он таковым является, он должен стремиться к благосостоянию граждан, к тому, чтобы решать какие-то для своего народа насущные проблемы. Да, он может быть одушевлён волей к власти, он может быть властолюбив, но если его власть осуществляется под знаком всё-таки какой-то пользы для своих сограждан, то политика, хочет он этого или нет, она превращается в инструмент чего-то более существенного. Вот тоже благосостояние, социальная защита, справедливость и так далее, и так далее. Платон ещё говорил, что государство выстроено на справедливости. Где есть справедливость, там есть государство. Где справедливость покачнулась, государство исчезает. Мысль простая, очень точная, и её, конечно, не стоит забывать. И вот если действительно вернусь к этому, были политики в демократических странах с явно выраженной вот этой волей к власти, с явным властолюбием, но это большого значения не имело, потому что если власть для тебя станет уже не инструментом, не средством, а самоцелью, то ты как политик быстро исчезнешь, ты рухнешь. Вот это простейшие вещи, которые, говоря о политике, мы должны принимать во внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!